Судорожные припадки, эпилептический статус и его неотложное лечение. Большой судорожный припадок. Большой судорожный припадок представляет собой эпилептический приступ, при котором у больных происходит потеря сознания и непроизвольные сокращения мышц. Чаще всего причина большого судорожного припадка кроется в эпилепсии, однако иногда его проявление связано с резким снижением концентрации сахара в крови, лихорадкой или инсультом. Фазы развития припадка – это аура, тонические и клонические судороги, потом фазы расслабления. Наступлению припадка могут предшествовать предвестники в виде головных болей, раздраженности, недомогания, сердцебиения и плохого сна. Аура – это явление, развивающаяся непосредственно перед припадком и полной потерей сознания. Аура может быть сенсорной, галлюцинаторной, вегетативной, моторной и психической. Вслед за первоначальным расслаблением в маскуляторе наступает следующая фаза припадка – тоническая. Развиваются тонические судороги, которые продолжаются 20-30 секунд, кроме общего напряжения мышц. Отмечаются цианоз, повышение артериального давления и учащение пульса. После тонических развиваются клонические судороги. Вначале в виде отдельных беспорядочных движений, затем с их усилением более резкие и равномерные сгибания конечности. Голова откидывается назад или в сторону и также судорожно поддергивается. Клонические судороги отмечаются и в лицевой мускулатуре, и в глазных яблоках. Можно заметить нестагмоидные и вращательные движения. Судорожные движения широстей приводят к прикусыванию языка во время припадка. Длительность клонической фазы примерно 1-2 минуты. Постепенно судороги ослабивают. Наступает расслабление мускулатуры, дыхание выравнивается, пульс замедлится. В фазе расслабления припадок заканчивается. Ясность сознания восстанавливается. И постепенно, почти постоянным симптомом в послеприпадочном периоде является поддергивание в отдельных мышцах. Дрожание и понижение рефлексов. Большой больной говорит с трудом, не может вспомнить отдельные слова. Тоническая фаза и клоническая фаза. Малый судорожный припадок. Отличительными особенностями малого припадка становятся кратковременность отключения сознания и отсутствие аурии перед приступом. Отсутствие судорог скелетных мышц, падение тела может отсутствовать. Видео две формы малых судорожных припадков. Это абанс и миоклонический приступ. Для первого характерно выключение сознания на некоторое время без судорог и падения. Для второго мелкие судорожные поддергивания конечностей или отдельных мышц. Эпилептический статус. Эпилептический статус это состояние, при котором припадок продолжается часами без пририфа, либо приступ и следует друг за другом. А в промежутке между ними сознание полностью не восстанавливается. Угроза жизни возникает лишь при генерализованных судорогах и дыхательных расстройствах. Смертность при эпилептическом статусе достигает 5-15%. Если он затягивается более чем в 50%, возникает вторичное повреждение мозга, способное привести к слабоумию. Ввиду угрозы больному с длительными судорогами необходима экстренная медицинская помощь. Неотложенная помощь. Переводят в реанимационное отделение, виза в реанимационной бригаде. Первая повторно диазепами суточная доза до 100 мг. Еще противосудорожная терапия, там фенобарбиталь. Внутривенный раствор тиапентала или гексинала. За вспомогательной вентиляцией легких при необходимости. При дальнейшем отсутствии эффекта общий наркоз, миорелаксанты и эндотрахиальная ИВЛ. Для снятия от трех мозга применяют внутривенно фуросимид, 24 мл, и монитор. Еще и интенсивную терапию ведут, например, гепарин для поддержания гемодинамики, контроль газового состава и так далее. Еще в других странах, в России такого не делают, в других странах, например, Канада, США, Израиль тоже, думаю, дают медицинские, медицинская марилуанна для людей, у которых приступают вот эти эпилептические шоки. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.